Привет! Это очередной уже шестой ролик с переделкой ваших артов. Если вы не видели предыдущие ролики, то обязательно зацените их где-то здесь или вот тут будет подсказка. Напомню, что в этих роликах я стараюсь исправлять самые частые ошибки, делая тем самым ваши работы лучше. Я стараюсь по минимуму использовать новые материалы и ориентироваться на то, что уже есть в композиции. Набор на эту рубрику происходит в моей группе ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. Вообще, я уже как-то долго болтаю, давайте посмотрим на первый арт. Вот такую обработку я получила. Первое, что сильно бросается мне в глаза, куча огня, которая крутится вокруг персонажа. В ней нет никакого объема, сзади она выглядит так же, как и спереди, поэтому она выглядит весьма плоско и занимает слишком много места. Итак, я удалила все лишние слои и тут я решила, что так как магии от меча будет намного меньше, придется чуть поработать с фоном. Зато он немного пустоват, из-за чего композиция выглядит совсем простенькой. Поэтому первым делом я докину на фон деревьев и немного переделаю траву. Изначально исходники были не очень хорошего качества, да их размытие мне не совсем нравилось. Поэтому я просто нахожу подходящие исходники, сделаю обтравку и подгоню их по цветам с помощью корректирующих слоев. Да вообще на самом деле, тут я не особо парилась с подгоном цветов, просто сделала все серым. Ну а дальше уже разберемся с этим. Следующим шагом придется поработать уже с самой моделью. Нужно накидывать на нее основной свет и тени. Ну и конечно сначала я исправляю обтравку. Местами края слишком мягкие, а такого быть не должно. Далее я подгоняю человека по цвету с помощью уровней, а затем рисую мягкие свет и тени, делая это через экспонирование на слое 50% серого. После этого мне нужно избавиться от синих оттенков на человеке и мече. Это делается очень быстро с помощью камеры RAW или слоя с цветовым тоном и насыщенностью. Тут главное убрать все синие или немножечко покрасить нужные детали в желтый. Почему желтый? Потому что магия выздет такого цвета. Следующим шагом я добавляю свечение за персонажем. Вообще это самый легкий способ подобном арте оправдать контурник. Думаю вы не раз видели, что в артах, которые особо не стремятся к реализму, постоянно на задний план добавляют свечение. Это помогает отделить персонажа от фона, ну и дает в дальнейшем повод порисовать красивый контурничек. Сейчас же по задумке сзади будет магия, поэтому свечение точно нужно. Помимо свечения я добавлю каких-то частиц, которые разбавят атмосферу, но затем добавлю мягкого света от свечения сзади, на края персонажа. Теперь самое интересное, прорисовка магии. Черный слой в режиме скрин, карта градиента и поехали. Я кстати вернула надписи, которые изначально были. Не знаю, что они значат, но возможно автору они были очень важны. Так что оставим их на месте. Также я хочу сказать, что прорисовка магии это жуткая вкусовщина. Рисовать ее можно по-разному, ее текстуру можно делать разной. Так что я сделала так, как нравится мне. Главное здесь не забывать, что добавляя магию, мы добавляем новый источник освещения, который будет взаимодействовать с моделью. Так что свет на модели тоже нужно рисовать. Еще я решила, что магия как-то должна взаимодействовать с надписью на мече. Поэтому я сделала свечение, идущее именно от этих иероглифов. Также я добавила немного искора и контурника, который будет от магии сзади. Ну и всяких рефлексов. После этого я нарисовала волосы и свет из глаз. Глаза делались так же, как и магия, но как я рисую волосы я рассказывала в гайде. Примерно на этом этапе я поняла, что магия какая-то не очень интересная. Поэтому я принялась немного ее дорабатывать. Во-первых, я сделала больше изгибов, добавила больше искор и каких-то мелких частичек. Ну а также поменяла цвета. Мне кажется, будет правильнее, если магия сзади будет более бледной, а магия на переднем плане более насыщенной. Опять же, повторюсь, магия это творческий процесс. И каждый делает, как хочет и видит. Как только я закончила с мелкими правками, я делаю цветокор в камере рав. Также я подправляю мелкие косяки и немного размываю края изображения. Это добавит арту движения. Ну и кажется все. Вот что в итоге получилось. Следующая работа выглядит примерно так. Задумка прикольная, так что приступаем к работе. Из ошибок глаза сразу бросается качество исходников. Странный блюр, мягкий контурник и неправильный подгон исходников по цветам. Я на самом деле немного расстроилась, когда поняла, что фон не считает тарелок, это одна картинка. Причем не очень хорошего качества. Поэтому выбора у меня как-то не осталось, и я решила немного его пересобрать. Вообще, я отталкивалась от изображения, которое было. Нашла кучу подходящих исходников и начала пытаться комбинировать их в одну композицию. Да, раньше я старалась не брать новые исходники так активно, но на примере этой работы мне хотелось показать, что сборка нового фона из разных исходников делает работу полнее и интереснее. Да и вообще, просто брать чей-то арт на фон как-то не очень. То ли дело брать сразу пять чьих-то артов на фон. А вообще, следите за авторским правом и пользуйтесь стоками. Я видела ваш актив в последнем видео по этой теме, так что две тысячи лайков и я сразу выложу в группу ВК пост с ссылками на кучу разных бесплатных стоков. Ах, на чем это я? Работа с фоном продолжается. Я тут собираю фон, подгоняю исходники по цветам и делаю обтравку. Также я решила добавить лучи солнца, которые пробиваются через тучи. Думаю, это будет каким-то символом надежды в этой композиции. Ну ладно, в философии глубокий смысл углубляться не будем, просто так будет прикольнее и интереснее. Также не забудем дорисовать свет и тени там, где они будут, учитывая наше освещение от солнца. Также я добавлю грузовику огня, но по факту это не будет так заметно в итоге. Далее займемся тарелочками. Для улучшения композиции я немного поменяла их местоположение, но дальше опять все как обычно. Я поочередно работаю с каждой тарелкой, сначала подгоняю ее по цветам с помощью уровней и цветового тона, но потом рисую свет от тарелки. Вообще, когда рисуешь подобный луч, нужно учитывать, что в воздухе он будет менее насыщенным, чем при отражении от различных объектов. Поэтому я не забываю добавить рефлексы на обломках, которые подсвечивает тарелка, а также блики на самой тарелке. Затем я работаю с другими тарелками. Их я делаю менее насыщенными и немного размываю, так как они где-то вдали. Также свет от них я делаю совсем мягким и едва заметным. Далее еще немного поработаю с фоном. На этом этапе добавляю немного больше света, да и в принципе делаю фон каким-то однородным по цветам. А то до этого момента некоторые участки слишком сильно выделялись. Впоследствии я прикрываю не очень удачный левый угол при помощи искр. Также добавляю искр справа вместо костра, который был изначально. Мне кажется, что у искр более детальный и соответственно будут смотреться интереснее. Теперь начинаю работать с человеком. На самом деле с фигурой, которая стоит спиной, особо ничего не сделаешь. Так что я просто подгоняю ее по цветам, добавляю немного засветов и рисую на человеке необходимое освещение. И вот тут еще раз хотелось бы сказать, что качество исходников очень сильно влияет на конечный результат. Фотография изначально была в плохом качестве и выжимать из нее что-то очень тяжело. Также чуть раньше я добавила провода. Часто пихаю их в свои работы, потому что люблю рисовать провода. А вообще объемы работы могут добавлять многие объекты, заблюренные на переднем плане. Главное не переборщить с этим. В конце концов я делаю цветокор. Тут опять использую камеру RAW. Вообще насчет нее тяжело давать какие-то дельные советы. Просто двигаешь все подряд ползунки, смотря на что они влияют и как будет лучше смотреться. А со временем уже начинаешь понимать, что за что отвечает. И цветокор становится делать проще. Тут же я доработала какие-то мелкие косяки и добавила блик от солнца. Который кажется зашел в эту композицию ну уж очень удачно. Посмотрим на результат. Приступим к последнему арту, который уже выглядит довольно хорошо. В этой работе в глаза бросается проблема с размерами бочки. Некоторыми тенями и светом. Также я думаю, что придется заменить огонь, а то он смотрится слишком мыльно. Первым делом я уберу все ненужные слои и подниму бочку. Просто странно, что она была так расположена. Бочка, конечно, стоит чуть ближе мальчика, но судя по перспективе, все-таки она должна быть выше. Далее я немного работаю с фоном. Тут я добавляю чуть больше травы на машину, а также добавляю свечение сзади, между деревьями. Кроме этого я рисую более явные лучи света. Опять же, как минимум это объяснит блик на бочке, а также добавит атмосферы в композицию. После этого я работаю со светом на мальчике. Во-первых, ранее я чуть подправила обтравку. Просто поверьте, что обтравка, особенно модели, очень важна. Старайтесь оставлять как можно меньше лишних пикселей, кусочков. Да и вроде это довольно легко, так что здесь нужна просто ваша усидчивость. Сейчас же я подгоняю мальчиков по цветам с помощью уровней или цветового баланса. Затем рисую какое-то основное освещение. Сначала на слое 50% серого, а затем с помощью цветового тона и слоя с мягким светом. Вообще, я часто делаю свет и тени за счет экспонирования на слое 50% серого. Мне кажется, такой свет и тени лучше ложатся на модель. Для каких-то более глобальных засветов и затемнений я использую другие режимы наложения, например, мягкий свет или скрин. Также я не забываю добавить тень от мальчика на машину. Тут я с помощью стерки убираю травинки, которые будут подсвечены. Это делает тень более реалистичной и она не будет уж походить на какое-то простое черное пятно. Следующим шагом я исправляю бочку. Главным здесь было подправить огонь, который смотрелся уж очень странно. Это я сделала с помощью нового исходника, который трансформировала под нужные мне размеры. Затем я нарисовала рефлексы и свечение от костра на бочке. Также я добавила искр, причем не только каких-то мелких, но и больших на переднем плане. Вообще классно, когда в работе есть объекты, которые на одном плане очень мелкие, а на другом плане довольно крупные. Это в некоторых случаях тоже помогает добавить картинки объема. Так как у нас костер, нужно не забыть добавить освещение на мальчика. Но тут стоит учитывать, что помимо костра у нас есть свет от солнца. И вообще, судя по картинке, сейчас день и довольно светло. Так что свет от костра на человеке не будет таким ярким и явным. Я добавлю лишь немного засветов на одежде и контурника на металлических деталях и краях. Теперь нужно поработать с передним планом. На этом этапе я прорабатываю основное освещение, которое идет с левой части картинки. Лучи должны быть не только за бочкой, но и перед ней. Для добавления объема я рисую траву на переднем плане, которую затем чуть размываю. Также справа я решила добавить еще одну ветку. Опять же, для добавления объема. Тут я просто нашла ПНГ-исходник и сильно затемнила его с помощью уровней. После чего тоже размыла. Далее остается проработка мелких деталей. Тут я обычно еще раз просматриваю источники освещения и смотрю, не забыла ли я, где свет и тени. После этого я приступаю к цветокору. Вот такая доработка в итоге получилась. Какие-то такие переделки получились в этот раз. Большое спасибо за просмотр. Обязательно голосуйте, какая переделка понравилась вам больше всего. В очередной раз скажу, что ошибки есть абсолютно у всех, и это нормально. Нужно учиться на них. А умные, между прочим, учатся на ошибках других. Удачи вам в творчестве и до встречи в следующем видео.